ну что ж всем привет это тетка в пеленке и дверь прикрою чтобы не мешали машины которые мимо моего дома приезжают проезжают сейчас я вам покажу как я пакую пеларгонии перед отправкой и заодно отвечу на некоторые вопросы для упаковки я использую скотч я не буду упаковать всю посылку при вас потому что это покажу просто на примере это у меня заказ это женщина заказала с бахтисарая привет что значит я делаю вот допустим на завтра мне сегодня именно сегодня не завтра не послезавтра не там какой-то там другой день я их пакую но пакую как я пакую верхушку я грубо говоря их закрепляю в стаканах я могу если завтра мне отправлять сделать тубусы и даже их уже зарядить в эти тубусы то есть замотать в тубусы с картона примерить их в коробку и поставить их либо в коробке чтоб они стояли солнышко видели либо их поставить в коробку рядом либо короче либо в коробку либо рядом с ней но в любом случае так чтобы они еще одинек видели солнышко если честно этих отправок я их как огня боюсь вот вы знаете несколько дней я пыталась снять видео у меня если честно на данный момент вообще совершенно на это нету времени нету возможностей вот почему потому что сейчас у меня идет подготовка если как говорится бог даст все хорошо будет то завтра у меня приедет мастер будет делать тут отопление вот я не знаю я наверно уже миллион раз говорила я еще миллион раз готова повторить ребята дорогие не бойтесь отсыхающих листьев не бойтесь вот желтая листья сохнут у нее после того как она пришла это не страшно она отойдет да если вы повыдерли по отрезаете по отламу эти листья вместе с ножками от ствола конечно у вас там ничего не вырастет потому что помните точка роста находится там где где вот растет листик вот вот смотрите вот пиларгония вот у нее растет вот смотрите вот растет у нее лист если вы отломаете эту ножку не дадите ей высохнуть а именно ее отломаете то не вырастет оттуда новая веточка потому что вместе с листом вы отломаете точку роста я еще раз повторю не надо вот при получении брать вот так черенок и его выдергивать не надо но вы поймите у него же корни не как у черешни у него корни маленькие тоненькие беленькие сосущие корешки это же черенки это не стартеры и даже если это стартеры не надо растение за время пересыла очень ослабевает потому что оно находится в темноте у него нет возможности синтезировать хлорофилл блин или не хлорофилл я уже забыла слово у него нет возможности испарять влагу потому что он в темноте еще ребята те которые никогда не заказывали зонартики надо понимать что зонартик в уходе он не сильно отличается да но это не заналка с ней обращаться нужно по другому понимаете по другому не так зонартиками обращаются как зонарками в плане том что у него ствол выглядеть не так у него вот гляньте какой у него длинный черешок к листу идет видите это не значит что он больной умирает это значит что он зонартик понимаете у них даже листья если присмотреться не такие вот по поводу вопросов давайте я не помню говорила с вами или нет но какая-то девушка спасибо ей большое задала очень актуальный вопрос она меня спросила что такое чуть-чуть и она не просто спросила она мне так написала как я люблю типа все напросилась отвечаю что такое чуть-чуть вот смотрите свое время я бы наверно ногу отдала за то чтобы мне кто-то рассказал что такое чуть-чуть такое чуть-чуть я имею ввиду вот когда покупаешь пиваргуню очень часто любое растение не только пиваргуню очень часто говорят поливайте по чуть-чуть начинаешь спрашивать а чуть-чуть это сколько они тягать мы по чуть-чуть чуть-чуть немного при этом люди совершенно не понимают что чуть-чуть у всех разно вот у меня допустим раньше на литровый горшок 300 грамм мне казалось что это чуть-чуть понимать чуть-чуть но нет это не чуть-чуть это много и до этого я доходила сама опытным путем вот а так как вы тоже я так понимаю не понимаете что такое чуть-чуть то я вам объясняю что такое чуть-чуть значит количество полива водички которую вы даете зависит от двух факторов первое это насколько много листьев у вашего растения то есть вы должны понимать что если у вас растение стрессует если оно скинуло листья если оно у вас после пересыла желтое то помните поливать надо как я иногда говорю с ложки почему с ложки а потому что если у растения листья не работают они не не испаряют влагу то залить его крайне легко а пеларгония залив категорически не переносит понимаете поэтому с ложки вот как еще показать я не знаю теперь давайте вот другого давайте вот этого возьмем давайте тоже запакуем показать значит если у вас растение вот хотя бы с вот таким количеством листьев тут четыре листа как надо поливать я всегда и скажу вот из какой формулы для меня чуть-чуть это я до этого повторюсь опытным путем сама доходила пять процентов от объема горшка вывод вот у этой мадам мало листьев и она в 300 граммовом горшке хотя ее можно пересаживать вот она пару листьев еще выгонит и новая мама пересаживайте спокойно не партись вот значит что вы делаете у нее 300 грамм горшочек да ее чуть-чуть это 15 миллилитров грубо говоря но опять же таки это эти 15 миллилитров могут быть через каждые два дня то и день если она у вас состоит в сухом таком жарком месте хотя не очень любят жаркие места вернее не любят и у вас это может быть раз в неделю если она стоит неотапливаемой теплицы при плюс пяти плюс десяти понимаете от этого тоже это зависит вот у меня сейчас вот буквально отправлять у меня вот два дня перед этим у нас было прохладно у меня была истерика потому что я вот смотрю и мне кажется что он мокрый наглухо мокрый как отправлять а потом сын у меня взял перевернул один и оказалось что грунт влажный но никак не мокрый он короче можно отправлять вот заклеиваем видите не вываливается так давайте еще кого-нибудь вот ее вот что значит это чуть-чуть чем у тебя больше листьев тем больше у тебя расход воды то есть если у тебя четыре листа то это 15 миллилитров если у тебя с четырех выросло уже восемь то можешь ее пересаживать в больший объем кстати я допустим не пересаживаю как это правильно назвать короче вот есть люди которые говорят там ты вот получил там 300 граммовом стакане пиларгонию пересади эту пиларгонию в начале там допустим в пол литра потом пересади ее в литр там или 07 нет я так не делаю я во первых смотрю на то какой у меня сорт дело в том что понимаете есть такие вот сорта которые очень активно и очень быстро растут прям вот на глазах чухой здоровенных а есть сорта которые ползут медленно как черепахи и вот исходя из этого я и наблюдаю понимать я не делаю все по шаблону и поверьте с пиларгонией у вас не получится все делать по шаблону и вообще с любым растением у вас не получится потому что один допустим посильней череночек покрепче как-то он сам по себе такой быстренький другой медленный понимаете поэтому нельзя действовать по шаблону одному допустим достаточно там я не знаю неделю для того чтобы вырастить три новых листа выгнать а другому надо неделю а надо все простите две недели они будут одного сорта понимаете это такой тонкий момент так так это у нас кто это это леона галактика на две точки роста девушка как я не знаю как показать вот корни показываю понимаете вот это так примерно все и происходит если вы получили вообще неважно от кого посылку если вы будете вот так вот вот смотрите ага нашу то какая-то она слабенькая вот так брать растение вот так его дергать проверять есть у него корни или нет то даже если у него они есть их не станет ну не станет и понимает потому что корни у пиларгони на канат не похож вообще пиларгони хрупкая корневая система когда она молоденькую да когда она уже взрослая она может прям знаете прям держи ну вот так висеть горшка и быть живой как орхидея понимаете но это когда она взрослая когда у нее старые большие корни а когда она еще молоденькая совсем у нее нежные сосущие корешочки хрупкие и дергать нельзя яркий пример приведу помните я когда-то рассаживала лиону галактику где написала что-то там написано так и на старуху бывает проруха как-то так когда я брала из одного стаканчика рассаживала черенки на два разделяла там два или три черенка у меня было точно не помню я по обрывала у одного из черенков корня я ведь и реально вот смотрите вот и раз видите у него немного листьев пока миша видеть не выполнят как вам корни то показать видите так как он подсушенный когда вы пиларгони подсушиваете они корни становятся такие практически прозрачные ну коричневатые плохо видно в торфе может в земле черной их и хорошо видно в торфе будет видно плохо потому что они при подсушке такие коричневатые цветом и соответственно и сам торф коричневатый и не видно нормально понимаете вот так про чуть-чуть я вам рассказала что еще я с вами хотела поговорить а про то сколько мне лет вниз 44 по поводу некрасивая страшная знаете какая есть по поводу будут ли у меня розыгрыши такие нибудь да будут сто процентов будут но давайте мы с вами будем честными розыгрыш сейчас на данный момент я вот прям ну не вижу смысла устраивать я объясню почему потому что если вам сейчас устроил розыгрыш в нем вы допустим поучаствовать а поучаствуйте а что вы получите а если вы живете на севере а если вы живете в хабаровске вот у меня девушка в хабаровске живет не помню вот или алла или она как-то так зовут девушку простите меня пожалуйста я правда не по по моему вы мое тёска или вот у меня мужчина живет хабаровске виктор николаич вот такой музыку очень такой он и по цветам и вообще вот как чуть ну вот как я могу устраивать сейчас у розыгрыша но объясните ребят откуда я знаю дойдет он живой или не дойдет если уже устраивать розыгрыш то надо какой-то нормальный сорт который не 100 рублей стоит ну честно хотя у меня нет по 100 рублей врать не могу понимаете поэтому вот насчет розыгрыша по поводу не плотно как мне сказали не плотно набитые стакан а как я чем молотком забивать должны вы чё живая я уже не знаю просто как их показать понимать вот так а кто это такая белая мандалина прям кроха-кроха я в эти дни все время занималась тем что я таскалась а с этими трубами вот этим всем вчера хотела выйти у меня совершенно не было времени вчера выходить к вам что-нибудь записывать во первых я ездили мы в краснодар и я покупала батареи батареи нашла люди какие-то квартиру купили они теплый пол себе там во всей квартире сделали а батареи от застройщика сразу поснимали короче я у него их купила муж тут мне рычит вот и сейчас возьмешь эти батареи по прицепишь а эти батареи короче они тяжелые они нам теплицу согнут ну короче у меня муж знаете он у меня такой товарищ как вам объяснить ничего не хочет ничего прям вот до скандала вот как я рада ребят что я наконец-то нашла человека я прям знаете я очень переживаю что не дай бог он последний момент откажется правда вот если он откажется это будет капец потому что я уже купила все купила два насоса один для дома для циркуляции второй для теплицы циркуляционный насос вот купила скажите как это называется забыла слово а батареи радиаторы купила купила всякие там сгоны перегоны я же в этом понимаю как козел в апельсинах вот короче мне для того чтобы сделать тут систему отопления осталось а две вещи сделать первое это сделать ну все сварить конечно собрать до кучи специалист метод для этого и второе мне нужен где видно корни и второе мне нужен как это слово называть и опять забыла вот вы представляете даже уже вот стоит не начать не начать все забыла гелька а и пластиковые там трубы еще надо будет докупить для самой птицы я уже жду когда мы все это сделаем для того чтобы я могла тут навести уже все порядок порасставлять у меня пока мисс плюс но этот плюс вот вот руки по поводу момента еще раз говорю не вздумайте травить им пеларгонию вы останетесь без листьев без точек роста сгорит все вот по поводу вот это кстати где вы это услышали я такое даже в интернете не видела замачивать черенки в спирт перед тем как укоренеть смысле я ребят я не знаю я такое первой жизни в суши по поводу того что устала да я устала но вы знаете я вам хочу сказать благодаря вот этой гинкобелобе мне стало лучше ну может быть еще вариант знаете какой может мне стало лучше и не благодаря гинкобелобе а благодаря тому вот смотрите я до него дотронулась а он отвалился отсыхающий значит нормально значит по поводу этой может быть просто из-за того что я решила что все посылки я буду отправлять всегда будет в определенные дни в неделю ну почему да потому что если это делать каждый день у человека никаких сил не хватит понимаете это просто ну это капец блин крайне меня бесит блаблакар это просто какой-то атас короче у меня есть женщина женщина клиентка соответственно и эта женщина хотела чтобы я ей сделала доставку скажите мне слово сочи заказ большой не маленький и вот представьте себе картина я а то есть черенки которые прям стартеры уже знаете а есть прям череночки еще маленькие и она как бы боится холодов я великолепно понимаю но блин у меня вот это как как отправлять у меня душа болит а сердце плачет честно потому что я уже прекрасно поняла как работают компании по доставке вот честно я бы им руки-ноги по отрывала ей богу вот смысл какой и я искала машину на блаблакаре чтобы отправить два блокара мать и тут же еще такой момент если некоторые люди допустим согласны два блокара да и понимать вот мне допустим 14 числа выйдет мой заказ я буду оплачивать его блаблакаром доставку я знаю что это дороже будет чем дек там и ну там как я бы допустим с деком я бы с удовольствием но та женщина у нее она живет такой станице ну видимо какой-то дремучий потому что там с дека нету вот ход и тресни поэтому получается что мне отправку делать только почтой почта это чудесная организация прям вот чудесная не от слова что она классно от слова что она загадочная страшно и понять логику почты невозможно понимаете это вообще не это нереально короче но блаблакаром горит могу вот я теперь значит жду 14 давай молюсь на шок это два два господи это только мне говорит слово блаблака ребят я буквально не выговариваю капец значит блаблакар этот жду у правду извиняюсь я подумала вот о чем казачьи может что для того чтобы получить посылку блаблакаром не надо будет выезжать на федеральную трассу 4 потому что в город эти люди заезжать не будет то есть и бывает тут надо там да мог бы пожалуй отправить а человек не может выехать куда-то из-за этого отправлять почтой это вообще же короче искала я машину сдэк 2 блаблакар ребят искала видите вот корни где где хотела показать вот видите корни них есть корни короче искала я посылку ой машину искала искала вот берешь бронируешь машину до места два дня но вот как ну вот как понимаете вот я забронировала очередную машину на вчера забронировала за два дня но неужели ты вот если ты работаешь с этим да если ты отправляешь что-то или ты перевозишь что-то или ты людей перевозишь да но неужели нельзя хотя бы раз шесть часов зайти на сайт и посмотреть вот как ну как ну как вот еще вот я не понимаю серьезно вы знаете вот я же все ждала же что она мне ответит заходила 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 потом я захожу на блаблакар этот и что я вижу она мне ответила за 20 минут до того как она будет проезжать мой населенный пункт то есть по мнению этой водительницы я должна за 20 минут одеться все свои про вопросы решить и добежать и до трассы федеральной просто от вас какой-то просто от вас это вот ну такая уже как по мне безответственность просто эти же люди они же водители нас ну на блаблакаре они же деньги на этом зарабатывают ну или хотя бы компенсируют свою дорогу хотя вот допустим у меня муж когда едет куда-то далеко там да если один и он ведь на блаблакаре вот на блаблакаре я там людей возьму частично а куплю хотите честно я категорически противник того чтобы он кого-то брал посылку да это чтобы ему показали что в этой посылке а вот чтобы людей нет я против я боюсь я боюсь потому что люди разные знаете я вот это после этой истории когда у нас тут в краснодарском крае девушку и парня убили аниматоров я так и не поняла зачем они их убили потому что ну там денег что-то они внизу не помню сколько но не особо много они поснимали там да я так понимаю что снимали не убийцы мне кажется что снимала сам парень этот или это девушка деньги с карточки потому что как новостях там у нас и группе группах интернете говорили что снимали типа ездили по банкоматам и снимали там где процент небольшой я вот думаю если это снимали убийцы да то какая им разница будет процент сниматься с карточки нет им же главное чтобы их не поймали правильно ну короче и машину эту потом они ее где-то или бросили или спалили у меня память курина вот какого цвета у меня были туфли в садике я помню а то что мне надо не помню короче я боюсь у нас машина ну не не сказать чтобы прям дорогая ну там которая там надеюсь машины по 5 миллионов нет но она тоже не 200 стоит и мы такую машину купить вот у меня с муж говорит надо он давно мне уже говорит что мне надо машину для меня лично я раньше не соглашалась а сейчас вот я такая подумала что да наверное мне реально нужна машина почему потому что вот допустим если взять с ребенком в реабилитационный центр ездить это нереально представьте себе шум не заявляют я просто вызываю такси меньше чем полтора километра ехать 674 рубля в один день 200 от 250 до 350 и обычная цена за полтора километра писать один день вообще 674 у меня глаза на лоб вылезли я позвонила мужу сказал все я готова к машине все вот ну и плюс от от меня до краснодара почта россии может два-три дня посылку вести я вот прикинула так если допустим 20 посылок до собирать ну когда-нибудь же может быть такой же 20 и прям приезжать но вот сделать допустим там но если 20 посылок там на 100 рублей дороже тоже ну просто вот посылка стола допустим 4400 там или 4 150 собираюсь 20 посылок везешь их прям в краснодар на то отделение с которого быстрее всего уйдет и оттуда отправляешь просто чтобы сэкономить два-три дня в пути понимать да мне кажется это и для вас и для меня хорошие варианты вот тоже упаковано это кларосан вот смотрите видите когда их подсушиваешь какие корни становятся они рыжие вы их можете просто не видеть потому что растения подсушены а теперь каждая из этих растений у меня пришел картон вы знаете я этот картон пока мисс не трогал потому что я понимаю что стоит мне сейчас распаковать ну зачем у меня сейчас есть еще вот это вот холодильник мы покупали ничего не использовать мне этот картон два года лежал так давайте вот так не получается но все вот кстати вы знаете я люблю простых я не очень люблю полумахровых там да я знаю я заелась но и раз мне очень во первых у него такой вот во вторых он у него хороший характер хороший характер это для за нартика прям вау вау значит вот значит ножницы покупала для шитья а в результате использую для упаковки посыл конечно не верит но я вам так скажу по поводу того что вот идет там растение да у меня куда-то а у него какой-то там лист поверьте если вам приходит растение вот вам высылают растение и оно абсолютно идеально ну если автобусом туда понятно благо каром да понятно если отправкой но она не может дойти абсолютно идеально за несколько дней покажу ну так не получится так не бывает кстати вот по поводу моей огромной теплицы и миллионов у меня теплица 6 метров длиной 2 метра ширина у меня маленькая теплица небольшая давайте запакуем кого-нибудь длинненького давай ленечку я очень люблю ленечку ленечка дешевый сорт для меня это никакого значения то совсем не имеет кстати вы знаете я вот только что не притащила показать у меня одна женщина сыном и это кстати ребят я не попрошайничаю ни в коем случае попрошайка это не про меня ну вот люди короче заказывали у меня за и во время заказа так получилось а что они нечаянно короче мне когда-то был кредит в мтс банке эти люди они нечаянно получается каким-то образом у них на этот счет на мтс банку шли вот но я же говорю я такой банкир знаете не опытный я говорю ребят у меня был кредит но я его уже закрыла я им там короче я и скрины им приложила все дела и что эти люди сделали вот насколько могут неприятно удивлять люди вот настолько же могут и приятно удивлять и это это была оплата услуг то ли почты то ли сдэка я не помню они мне мало того по моему кстати дошло великолепно они очень довольны алла не меняйте она они мне мало того что они мне перевели на сбербанк так они оплату пересылки так они еще и узнали оказывается если у тебя есть кредит его выплатил то счет цену остается и деньги эти там как-то есть его господи да как же их выводить то буду я же у нас даже банка этого нет и вообще не знаю где он есть но я занервничала потому что там чё-то по моему что-то около тысячи пересыл этот но это деньги ребята это деньги вот полторы тысячи это занятие моего ребенка если еще добавить туда дорогу туда назад то это выйдет где-то две с половиной вот так каждое занятие его потому что вынуждены возить в краснодар у нас нету тут рядом хороших таких специалистов а они мне говорят она мне не надо деньги мне возвращать сына мы поговорили сын сказал пусть это будет на какой-нибудь подарок для ее ребенка вы знаете я так растерялась а я не знаю даже что и сказать я вот это как дурка ну короче оля спасибо большое вот спасибо правда ребята повторюсь я говорю этой женщине спасибо потому что я удивлена понимать вот я удивлена когда мне люди там ну там что-то оплачивают они там берут и чуть-чуть больше ложат и говорят это малому на шоколадку там я удивлена потому что это чужие люди и они ну как-то думают о моем ребенке это крайне приятно я очень благодарна вот ребят смотрите вот этот упакованный вот особенно за нартики вот так стараюсь еще проходить хотя я вам так скажу можно паковать пока ухи не посиняю но если почта россии или сдек решили что сыграть бейсбол вашей посылкой самое ну то хоть ты тресни ничего не поможет как-то так ребят так я еще хочу вам знаете что снять я хочу пересадить в больший объем своих недавних ребят друзей всех целую обнимаю пишите пишите мне пишите давайте новые темы драконте меня скоро все расставим и наконец-то начнутся у нас обзоры вот еще раз повторюсь пожалуйста те кто умеют хорошо обращаться с за нартиками у которых вредный характер но я знаю что вы меня смотрите ну напишите пожалуйста как вы это делаете но уже смотрите меня смотрите и когда вам надо вы пишите когда вас о чем-то просишь вы не пишите так некрасиво чё только поругаться можем написать тот кому это написала он понял может не писать в комментариях он может написать не на ватсапе буду очень благодарна до свидания ребят всем пока